всем привет с вами лари вы на канале про хобби в нашей рубрике о фигурках где мы рассказываем вам про классные фигурки не всегда от разных производителей а вот это всегда но сегодня будут юнионы наши любимые никуда вы от них не денетесь и мы тоже но персонажи из аниме которые уже обозревали персонажи по которому мы уже обозревали это аниме призна скул это мари курихара она является подружкой тех самых двух которых мы обозревали сходить посмотрите там ранние выпуски должно быть интересно и забавно уже сейчас их посмотреть а мы переходим к мари кто же такая мари мари курихара ученица 3 курса академии хатемицу носит прозвище дрессировщица ворон мари ввиду того что подчиненным и близким друзьям она предпочитает компанию ворон с помощью которых следит за порядком на территории академии она является дочерью председателя школы с которым конфликтует из-за его решения принять в академию мальчиков и старшей сестрой и курихары в аниме сериале мари считается 20 хотя в манге она 40 президент подпольного студенческого совета и и часто называют одной из самых красивых учениц в академии мари ненавидит всех мужчин в том числе презирает своего отца которого постоянно ловит на разглядывание фотографий с женскими ягодицами это является основной причиной всех жестоких обращений с главными героями и она все из того же фандома из того же аниме сделанного по манге которая называется школа тюрьма или prison school у нее еще есть название на японском но я его не выговорю давайте чуть-чуть каратенчика потому что в тех выпусках она как бы мы рассказывали об этом поэтому совсем-совсем каратенчика расскажу вам немножко о фандоме prison school японская эра комедийная манга автором и иллюстратором которой является акира хиромо то манга начала публиковаться с 7 февраля 2011 года а также была лицензирована компания yen press для ее публикации на территории сша по мотивам комикса был выпущен аниме сериал начавший свою трансляцию в июле 2015 года и телевизионный сериал вышедший на теле экрана японии в октябре 2015 года по сюжету киоси такихи то синго дзюдзи и рейдзи переводится в академию хатимитсу которую до недавнего времени принимали только девушек а главные герои становятся первыми учениками мужчинами почти сразу после прибытия члены подпольного студенческого совета арестовывают парней за попытку подглядывания и заключают в школьную тюрьму мари курихара президент студ совета из-за своей ненависти к мужчинам решает во что бы то ни стало выгнать героев из школы и поэтому поручает своим подручным мэйка и ханни измываться над парнями и пытаться подстроить ситуации в которых парни оказывались бы за территории тюрьмы и таким образом зачислить им побег по правилам академии ученик исключается после трех попыток побега из тюрьмы главным героем же предстоит выдерживать все издевательства студ совета и по возможности не поддаваться на их провокации однако на практике у парней это далеко не всегда получается и мари является третьей фигуркой четвертых пятых шестых пока не предвидится потому что есть еще ее сестра но вот нет фигурок гаражки возможно есть фигурок точно нет юниона выпустили только три при всем при этом есть повторные фигурки той же шираки есть повторные фигурки той же хана мидерикавы вот у нее насколько я знаю есть гараж кит и вот эта фигурка то есть тоже видите персонажи не сильно вообще в принципе то есть я даже речь сейчас не про юнионов виду давайте смотреть коробку коробка черного цвета из достаточно плотного картона ну такого знаете как у катабукивских коробочек вот у меня тут стоят примерно такой же абсолютно с окошком коробка мари отличается от коробки ханны и шираки тем что у них они были в форме ролла и мне кстати они больше нравились они были такие более массивные что ли здесь как все так простенько непонятно то ли компания решила сэкономить то ли решили что данная фигурка слишком скромна чтобы давать ей большую широкую коробку черная коробка черного цвета с колючей проволокой с логотипами с названием линейки hdg и техникал статуя логотип наклеечка 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 ну наклеечка и юридическая информация больше особо ничего нет через окошко прекрасно просматривается фигурка давайте ее откроем чё лайк за молоточек то но нато ножик режет я думаю что и молоток тоже забивает нужно красотка красотка задничек самый обычный черный с колючей проволокой ничего интересного в каёбочки больше нет инструкции тоже ку-ка уже юг коробки шераки и у ханы должен такая тема была это две таких картонных ставочки не за картиночки картонные Здесь, ну вот, кстати, прикол в том, что... А, здесь она более прозрачная, типа мокрая, а здесь она такая более, ну, сухая, сухая, не знаю, как это назвать. У Мэйки и у Ханы было немножечко по-другому, но это все в видео. Сходите, посмотрите или вспоминайте, если вы посмотрели. Слушайте, прикольно, прикольно, да, прикольно. Отложим. Ну что, давайте откроем лист. Я просто молча, да, показываю? Вы больше меня уже знаете про все это. Ну, зато он, видите, иероглифы. Ну, на самом деле, ладно, как бы здесь, что я придираюсь, потому что эта подставка, она прекрасно входит в стык с теми двумя и образует, я так понимаю, диораму из трех девчонок. Но проблема в том, что у меня две Ханы и Шираки, они стоят, и Мэйка, они стоят в таком куполе, знаете, пластиковом, чтобы пылью не покрываться, потому что у меня стоят на колонке. Как туда теперь это впихнуть, я вообще не представляю. Прям спасибо, Юнионы, спасибо. Продолжаем выпуск. Итак, размер фигурки 27 сантиметров. Компания не масштабирует свои фигурки. Релиз фигурки состоялся в декабре аж семнадцатого года. Мы чуть-чуть подзадержались. Прям совсем немножко. Ну, вы же нас прощаете, да? И стоила фигурка на момент релиза семнадцать тысяч йен. Сейчас ее можно купить, но что-то, по-моему, кто-то прищегел мальца, потому что ее продают за чуть ли не в два с лишним раза дороже. По тридцать семь тысяч йен. Тридцать восемь. Что? Ну нахер. Сейчас будем, конечно, разбираться, почему ее сейчас уже за такие деньги продают. Потому что она какая-то мега-супер-бупер-друппер. Но, насколько я знаю, всех девчонок впоследствии продавали реально дороже. Но найти ее можно. То есть, если деньги есть, и если прям запало в душу или не хватает в коллекцию, как бы вот, ее можно купить. Вопрос, нужно ли. На первый взгляд, мне она очень нравится. Когда я смотрела на фотки, на самом деле, меня ее широкие бедра как-то немножко смущали. Но сейчас вот я ее смотрю живьем, и нет. Ну, как бы она, конечно, девушка не худенькая, но при этом она смотрится достаточно приятственно. Но давайте я вам покажу ее покрупнее. А потом я вам кое-что про нее расскажу очень интересное. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А теперь очень-очень интересная информация. У нее снимается все. Но я не буду ничего снимать, потому что правила YouTube запрещают показывать подобные вещи. Мы законопослушный канал и не будем показывать неприятные вещи. Мы их покажем в другом месте. Следите за нашими соцсетями и в особенности патреоном. Это была интрига. А мы переходим к оценке. Для меня это очень клевая фигурка. Она хоть и выполнена достаточно просто. Почему не дотягивает до супер-пупер? Ну потому что очень высокая цена. Я действительно не совсем понимаю, что такую цену ломить начали. У Шираки с Ханной тоже, правда, в свое время не сильно подорожали в цене после релиза. Но вот здесь я просто реально не ожидала. Я полезла смотреть, сколько она сейчас стоит. И такая, что, блин? Да ладно? Ну, мне очень нравится. Очень хорошо, правильная, классная девчонка. Хорошо сделанная. Лицо у нее, выражение лица такое, знаете, как Ваня. Вот она там смотрела на всех, как на пустое место. И здесь. Красивый градиент на волосах. Хотя я вот не помню, чтобы он у нее именно в зелени... В зелени... В зелени вату отливал. Здесь отливает. Ну, я бы не сказала, что это плохо. Мне нравится. И она такой приятный, знаете, пластик на ощупь. Да. Мы любим гладить фигурки. Прям обожаем. У нее единственный момент, конечно, который я-то как бы знаю. У нее вот здесь... Давайте я вот так могу показать. Вот здесь. Видите, как у нее врезается это дело в кожу? Либо они... Трусы очень-очень малы, поэтому и выражение лица соответствующее. Либо, не знаю, либо это какой-то такой факап, не факап. Зачем было так делать, не совсем понятно. То есть это тоже один из моментов, который не делает плюс фигурки. А уж тем более за такие денежища, за которые ее сейчас продают. В целом, это все, что я бы хотела о ней сказать. Смотрите, для фанатов, если вам реально... У вас есть Мэйка и Ханна, и вот... Ну, ее... Она как руководитель. Ее, мне кажется, надо, must have, если уж вы тех двух собрали. Тем более, если те две, вот как у меня, это те же статуи от Юнионов. Она клевая. Правда, я вот, Гуя, цена прямо сейчас реально кусается. Я бы задумалась. То есть ее, если бы и брать, то есть каждый день, там, ну, не знаю, на Мандараке, на каком-нибудь Яху. У тех, кто ее, возможно, решил продать. Хотя, наверное, они знают цену, за которую ее сейчас продают. И продают не сильно дешевле. Но все же, никаких ebay'ов, даже не думайте туда идти. Серьезно, это просто... Идите вы на любой японский сайт, который я показала. И там возьмите ее уж. Если хотите потратить много денег, зачем вам идти на ebay? Отдайте эти денежки японцам. И я, и я, и я того же мнения. Для фанатов, опять же, повторюсь, я рекомендую, если вы фанат аниме, Если вы фанат самого персонажа, welcome, копите деньги, или я не знаю. Возьмите какую-нибудь почку в долг. Свою-то жалко. А я надеюсь, вам понравился выпуск, понравилась Мари. Заходите к нам в соцсети. Поставьте лайк видео. Чтобы я понимала, что вам нравятся подобные персонажи и выпуски про подобных персонажей. Потому что в загашничке еще парочка лежит. Интрига. Ага. А я и дальше постараюсь вас радовать девчулями. Если, конечно, лайков мы собираем. Прямо кучку тела. Ммм? Давайте. Классно. Надеюсь на вас. А мы вас любим, целуем и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok